Так, сейчас попробую. Ай-яй-яй, сори. Хотела присоединить наш... Друзья, еще разочек, всем привет. Сегодня будет эфир из машин, такой маленький. Все, Полина, привет. Я надеюсь, что мы посоединимся. Ребята, будьте добрыны, напишите, пожалуйста, все видно ли, слышно. Как со звуком? Полиночка, можешь что-нибудь сказать? Всем приветики! Я надеюсь, что в этот раз все сложится, потому что интернет, надеюсь, хороший. Я тебя очень хорошо слышу и вижу. Так, я надеюсь, что я в дороге, в пути, в такси тоже не помешает. Все пишет, все ок. Ребята, прям переходим к делу. Я пригласила в гости Полину, талантливейшего стилиста. Она собирает съемки, но не только собирает съемки. Собирает луки, как у тебя там разбор гардероба, или так ты работаешь на частников и на фотографов, правильно? Полиночка, будь добра, вот я прям сразу в лоб, немножко, да, капельку о тебе. И переходим к самому главному. Как коллегам, фотографам собирать красивые луки на съемку? Где брать одежду, как ее сдавать? Ну, в общем, как формируются эти капсулы? Перейдем прям к делу. Да, 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 да. Ребята, всем привет. Очень кратенько расскажу о себе и сразу к делу. Меня зовут Полина. Еще раз всем приятно очень познакомиться. Я из Екатеринбурга. Я работаю стилистом, стилистом съемок, но по самостоятельству еще, конечно же, предлагаю собрать гардеробу. Ну и, собственно, вот так вот, если очень кратенько. В общем, ребят, давайте очень начнем, потому что время ограничено у нас. С Елиной мы провели мастер-класс в Москве 3 и 4 июля. Я хотела бы рассказать, собственно, откуда вся эта одежда была, где ее брать и как, самое главное, ее потом сдавать. Во многих городах сейчас, особенно у нас, я не знаю, может быть, не у всех так, у нас закрыты абсолютно все магазины. Ну, работают только максимум, знаете, фамилии и секонд-хенды. Ну, то есть особо не разгуляешься, но, тем не менее, тоже расскажу небольшой секретик про секонд-хенды. Вот. Как я собирала мастер-классы? На самом деле все происходило онлайн. То есть Ирина как организатор, ну, точнее, не организатор, а идея, вдохновитель, автор, мастер, она высылала идеи, ну, то есть мудборды. Есть какую-то техническую задачу, с которой мне нужно было работать. И вдохновившись, выцепила, знаете, как, я выцепила какую-то одну детальку, ну, то есть, например, вот тема рыбачек, да, ну, то есть что может быть к рыбачкам подходить? Это, конечно, и выцепили. Ну, соответственно, вот от этой я начинала отталкиваться и... Ребята, напишите, пожалуйста, или мне это скажете, просто в пути, как будто связь квакает. Потому что я тебя слышу через слово. Я тебя плохо вижу. Алло, да.